Друзья, всем привет! Вы на моем YouTube-канале. Меня зовут Алена. Я медицинский психолог-нутрициолог. Консультирую по питанию, образу жизни и душевному состоянию. Ко мне приходят с разных точек мира и действительно получают тот или иной результат. Сегодня наша тема кандида. Столько роликов снято о профессиональных диетологах, а я хочу выразить свое мнение. У меня много было клиентов, которые приходили с сахарным диабетом, с проблемами почек, желчного, кишечника. И не поверите, 90% людей было со стрессом. И какие только они протоколы не проходили. Без молочки, без глютена, без посленовых, с костным бульоном от лучшего диетолога, с мясом, с безмясом, с тем или сем. И когда мы с вами говорим про то, как уничтожить кандиду, с помощью диеты это не всегда работает. Здесь часто нужна работа всего полноценного ЖКТ. Чтобы были все ферменты в желудке, чтобы желчь была текучей, чтобы кишечник был прям без всяких моментов, которые могли разрушены, без мальсорбации. И самое главное, когда мы с вами говорим про стресс, то уровень стресса очень сильно влияет. Плесень, грибок, кандида ставится, потому что иммунная система ослабла. И другой момент, если мы с вами говорим про кандиду, то сразу автоматически человек отказывается от сахара, переходит на низкоуглеводную диету. Кандида очень любит молочные продукты, она прямо растет на этом. Кандида очень любит, когда у вас снижена кислотность желудка. Кандида очень любит, когда вы нервничаете. Стрессовый гормон провоцирует кортизол. Кортизол будет создавать все условия для репликации различных вирусов и грибков, патогенов. Другой момент, конечно, если мы с вами говорим про микробы, то, конечно, не только интервальное голодание, но и работа детоксификации. Множество трав есть, которые работают. Например, даже семена грейпфрута. Есть такая история, которая убивает плесень. Кандидоз возникает только в условиях снижения местного иммунитета. Плюс сахар, плюс кофе, плюс проблемы с ЖКТ. Те, кто имеют запоры, дивертикулиты, колиты, все это может вызывать кандиду. Как избавиться от кандиды? Кандидоз это прям серьезная-серьезная вещь, которая влияет на ваше состояние. Сразу минус сахар, минус молочка, минус некачественное питание. Плюс ферменты с едой, плюс есть препараты противопленочные. Плюс для желчного таурин, лецитин, холин из питания. Теплая водичка, это важно. Другой момент, это общие рекомендации. Индивидуально я обсуждаю со своими клиентами. Другой момент, когда мы с вами говорим кандида. Кандида всегда будет там, где есть невроз. Я еще раз говорю, сколько бы вы не защелачивали, окисляли. Все это может создавать проблемы. Кстати, постарайтесь работать еще и с травами. Есть травы, укрепляющие местный иммунитет. Корень индуванчика, шалфей. Я об этом рассказывала в телеграме. И я рекомендую вам думать про уровень стресса в вашей жизни. Как только у меня появляется высокая стрессовая нагрузка, я так же, как и все, страдаю кандидой. Другой момент, я перепробовала все диеты низкоуглеводные, безуглеводные. Но ничего не помогает против кандиды, только если не работать с противопленочными препаратами, со сном, с пищеварением в целом. И как только что-то сбилось, у вас могут опять встретить те же вопросы. Поэтому пишите, и я с радостью отвечу. Кандида излечима.